Штурм Измаила – это то, к чему придраться невозможно. И штурм Измаила относится к числу однозначно сияющих побед русского оружия. Измаильская крепость, неприступная совершенно, оплот злых и вредоносных османов, ну, вся ассоциация, неприступная до неба, гранитная твердыня, бастионы, злые инычары, тысячи орудий, осмотрев ее суворов, пафосно воскликнул. О, это крепость без слабых мест. Да, 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 да. Там был грандиозный штурм и полнейшая виктория. Торжество русского оружия. Суворов навалился и Измаил действительно пал. Все правда. Проблема только в одном. Есть одна маленькая пикантная подробность. Дело в том, что Измаил не был крепостью и не имел никаких стен. Не то, что гранитных и до неба, а просто вообще никаких. Более того, к тому моменту, когда его брал Суворов, взятие Измаила давно превратилось в военно-спортивную игру для всех желающих. Невозможно было найти на просторах при Черноморье конца XVIII века хоть кого-нибудь, кто не взял бы Измаил хоть раз хотя бы ради поти. Его брали мимоходом. Его брали целеустремленно. Его брали даже просто проходя мимо. Его брали, чтобы согреться или развлечься. Измаил брал любой желающий. Потом Измаил обязательно отдавали обратно туркам, потому что он, в принципе, никому нафиг не был нужен. К моменту появления Суворова в тех краях у Измаила выработалась стойкая привычка быть взятым. Его постоянно брали и отдавали обратно. Потом долго удивлялись, зачем его брали. Как военный объект он не представлял ни ценности, ни интереса. Измаил брали атаманы, Наливайка, атаман Сулейман. Его брали запорожские казаки. Его брали даже русские, причем неоднократно и абсолютно между делом. В 770 году его взял зачем-то генерал Репнин. Потом брал генерал ЗАЗ. Надо сказать, что, кстати, после того, как его взял Суворов, Измаил тоже сразу же отдали обратно, совершенно не понимая, что с ним делать. Измаил был заговоренным местечком. Но в действительности никаких стен у Измаила не было. Это была не крепость. Это была так называемая Орда-Колеси, то есть лагерь для сбора учебных. И одновременно такой большой восточный базар. На момент Суворовского штурма в Измаиле в основном были раненые и инвалиды, собранные с Бессарабской войны. Также их семьи, дамы с детьми, останки этих вот разбитых в Бессарабии турецких войск и торговцы, разумеется, и куртиза. Вот кто, кто навешал императрице Екатерине? Лапши на ее большие уши остаются неизвестны. Но Екатерина направила фельдмаршалу Потемкину депешу, строгую депешу, о том, что она ждет грандиозного подвига взятия крепости Измаил. Ей кто-то напел, что крепость есть чудо фортификационной мысли, и что аж французы приложили руки к ее модернизации. Потемкин получил письмо, но если сказано, что подвиг должен быть грандиозным, то желание начальства надо удовлетворить. Он смотался туда, к Измаилу лично осмотрев, лично его осмотрел и очень долго, конечно, и решил все-таки не позориться штурмом. И поручил всю эту возню Суворову и Оси Дерибасу. Был там такой испанский перец Иосиф Дерибас, который здесь в России проходил уже как Оси Дерибас. Суворов прибыл, лично произвел разведку. Обследовав рельеф и не обнаружив крепости, Суворов решил ее штурмовать. Никаких стен у Измаила не было в помине. Лишь в юго-западном направлении стоял маленький кирпичный редут Табия по площади, равной участку в советском садоводстве, то есть порядка 600. Там хранились запасы рахат-лукума и запасные колья. А единственными стенами Измаила были низенькие земляные насы на манер почвенных валов. И всюду-всюду наблюдались густейшие невероятные скопления коз. Несмотря на декабрь месяц, разумеется, козы там выбирали себе какие-то уцелевшие травинки и паслись на земляных насыпях, которые давно заросли травой. Но Суворов обнаружил кое-что подозрительное. В этих насыпях местами были выкопаны дырки, углубления, в которых лежали ковры, и турки курили кальян. Курили, надо сказать, весьма активно, и с Суворовой, вероятно, помещились там пушечные гнезли. Всюду варили кофе. Там, разумеется, был огонь, и это было принято за огневые точки. Но, глядя на все это, Дерибас, Ося Дерибас, всполошился и полез в карты. А тот ли это вообще Измаил? Долго изучали вопрос, нет ли еще какого-нибудь Измаила, той самой твердыни. Может быть, пришли сюда по ошибке? Нет, выяснилось, что Измаил тот. Если начальство решило, что это крепость, да еще и неприступная, то надо ее брать. А Измаил, он, в общем, уже привык к бесконечным штурмам и взятиям, и, увидев топчущихся суворовцев, особого интереса к ним не проявил. Поняли? Ну, как выяснилось, в общем, пришли опять их штурмовать. Решили брать Измаил, но османы решили не отвлекаться от кальян. Затем Суворов произнес историческую речь. Я с войском там прибыл, сдавайтесь, иначе смерть. А Айдос Ахмед Паша, потирая фингалы, которые остались после недавней сдачи Измаила, кому-то, он же не помнил даже кому, пробормотал полагающуюся ритуальную чушь, что скорее остановится течение Дуная, чем сдастся Измаил. И вообще посоветовал Суворову не валять дурака, а заняться каким-нибудь делом. Тем не менее, штурм состоялся. Ну, а наибольшей, главнейшей, важнейшей проблемой штурма стали козы. Козы. Ну, я уже сказал, что они выжирали оставки трав на валах, никуда уходить не собирались. Более того, это были козы-ветераны. Они пережили множество штурмов. Они не нервничали из-за орудийной пальбы, а толпы мужиков с ружьями на них вообще никакого впечатления не производили. И вот чтобы пробиться через эти козьи массы, и были потрачены основные усилия чудо-богатырей Суворов. Расталкивая коз, распихивая, спотыкаясь о них. Чудо-богатыри взбежали, пробовались в Измаил, поскольку, ну, в общем, инвалиды не придали штурму никакого значения. И затем чудо-богатыри по исторической русской привычке, разумеется, устроили в Измаиле бучу. Зачем-то убив 26 тысяч поедателей Рахат-Лукума, инвалидов и их дам. Все очень легко вычисляемо. Гарнизон Измаила официально состоял из 3,5 тысяч. Суворов отчитался о 26 тысячах убит. Причем в этих вопросах он отличался демонической скрупозностью. Как скопец, он очень любил заниматься подсчетом трупов. Сам водил за собой целую бригаду щитоводов. Он очень любил большие цифры. Зачем понадобилось этой змее избиение непонятно. Оно продолжалось 3 дня. Дома на территории Измаила не обнаружилось, но чудо-богатыри, как и в Варшаве, отвели душу, зверствуя неимоверно, насилуя и убивая всех. За этот великий подвиг Потемкин. А, ну Суворов-то мечтал получить чин генерал-фельдмаршала. Но Потемкин, коварный Потемкин, посоветовал дать ему чин гвардии подполковника и сделать ему утешительную персональную медаль. Да, это был особый гвардии подполковник, но тем не менее это было совсем не то, что хотел Суворов. А сам князь получил за штурм Измаила Потемкин. Получил мундир, шитый алмазами, и Таврический дворец. Измаил, разумеется, тут же отдали обратно туркам. И позже, когда Суворов уже давным-давно сгнил в могиле, чтобы повысить... Очень долго никто не брал Измаила, и туркам было ужасно обидно. И вот когда Суворов сгнил, чтобы повысить привлекательность Измаила как объект для штурма, там были построены цех гаузы, 10 деревянных сортиров со спуском нечистот в РОВ и даже баня. Но все равно Измаил брать перестали. Он стал... Он простаивал без дела. Турецкое руководство рассылало прям вот рекламные буклеты всем владыкам Европы и Азии. Но, в общем, когда поняли, что дураков нет, и Измаил больше брать никто не будет, тоже сами от него избавились. И это был уже в то время укрепленный сортирами и бани Измаил. А когда Суворов штурмовал эту величественную крепость, она представляла собой просто набор холмиков.